История создания бизнеса Тяньши. История пятая. Преданность делу, настрой на успех. Когда проект по запуску производства костного женьшеня остановился, некоторые партнеры по бизнесу покинули компанию. Они посчитали, что это дело бесперспективно. Господин Ли Цзинь Юань тогда сказал, «Каждый волен приходить и уходить по своему желанию. При любых обстоятельствах мы все равно останемся друзьями». Оставшиеся партнеры предлагали господину Ли отказаться от бизнеса высоких технологий в сфере продуктов для здоровья, убеждали его сменить форму деятельности и заняться традиционной коммерцией или привычными видами производства. У них был большой деловой опыт и накопленные ресурсы, и в их предложениях была своя доля правды. Ведь желать человеку благополучия и спокойной жизни – это действительно желать добра. Господин Ли Цзинь Юань прекрасно понимал все это. Но у него было более глубокое видение перспективы. Он мыслил стратегически. Своим партнерам-доброжелателям он объяснял, «Кальций – это источник жизни. Это незаменимый спутник здоровья. Это самый активный элемент в человеческом организме. Этот элемент нужен человеку на протяжении всей его жизни. Его постоянно приходится восполнять. Он необходим детям для роста, беременным для формирования плода. Он нужен людям и в среднем, и в пожилом возрасте». Кальциевые продукты – это фундамент в деле сохранения здоровья. Сейчас все производство сосредоточено на БАДах для сердца и для головного мозга. Поэтому я искренне верю, что у нашего кальция будет самая массовая потребительская аудитория. Во всем мире кальций тяньши станет уникальным продуктом, и я не оставлю это направление. Мы обязательно станем королями кальция в мире. Такая одержимость тронула сердца партнеров. Все выразили согласие и полные решимости приступили к созданию собственной разработки. Рассказать про исследовательский путь компании легко, но пройти его было крайне трудно. После долгих размышлений господин Ли Цзинь Юань придумал стратагему, по красоте не уступающую битве у Красной Скалы времен Троицарствия, когда Джугэ Лян ловким приемом добыл стрелы на кораблях, обвешанных соломой. Надо привлечь на помощь сторонние силы. Надо объединить усилия ведущих специалистов в Китае и из-за рубежа. Это будет максимально быстрый и максимально эффективный способ решения проблемы. Но где же тяньши взять для этого ресурсы? Китайская пословица гласит, «Если у тебя есть желание идти, путь можно проложить где угодно. Если не прятаться и не скрываться от трудностей, жизнь ответит тебе овациями». Положение с деньгами тогда было очень тяжелое. Даже Ли Цзинь Юань, очень щедрый человек по своей натуре, иногда мог во время визита в качестве подарка принести только несколько фруктов. Но его смелые и прямые речи, преданность делу, а также настрой на успех тронули сердца многих китайских специалистов в области макронутрицологии и диетологии, посчитав, что этот настойчивый молодой человек действительно достоин помощи. И они охотно протянули руку помощи, оказали бескорыстную поддержку, помогли исследовательской группе тяньши. Среди них был известный диетолог, профессор Джен Пэнжань, специалист в области гигиены общественного питания, профессор Тяньхуэй Гуан, руководитель лаборатории Тяньцзиньского НИИ эпидемиологии и известный специалист по диетологии Нань Инь, известный специалист по пищевым добавкам Лю Ляньфан. После консультации со специалистами подход к технологии создания функционального кальциевого БАДа был изменен. Началась разработка горячей технологии обработки костей для извлечения активных компонентов при высоких температурах и под высоким давлением. Внедрялась инновационная технология инкапсуляции и сублимации. Кроме того, была разработана промышленная технология обогащения продукта дополнительными питательными веществами. Были учтены все неудачи пробного этапа производства и найдены методы их устранения. Исследователям удалось добиться того, что конечный продукт показывал очень высокое содержание кальция, не обладал неприятным запахом, не давал осадка, хорошо и быстро растворялся и был пригоден для масштабного производства. Уже заказали новую производственную линию. Но тут опять возник недостаток оборотных средств. Деньги нужны были и на закупку сырья, на зарплату рабочим, на оплату коммунальных услуг. А что уж говорить про погашение банковских кредитов. Этот домоклов меч постоянно угрожал начатому делу и деловой репутации. Дело и деловая репутация – это две основных ценности для господина Ли Цзиньюаня. Если сравнивать дело с жизнью, то деловая репутация – это корень жизни. И он изо всех сил боролся за привлечение финансирования. Проще поймать дикого тигра в горах, чем просить в долг. У взятых в долг денег – горький вкус. Но для реализации мечты о великом здоровье, для сохранения репутации, Ли Цзиньюань был готов на все. В августе в Хуабее жарко, как в печке. Но с раннего утра, когда воздух подернут влажной дымкой, и до поздней ночи, когда звезды и луна высоко висят в небе, господин Ли искал кредиторов. Если была машина – ехал на машине. Если был поезд – ехал на поезде. Если не было транспорта – шел пешком. Занимая где только можно, он латал финансовые дыры, ломал западную стену, чтобы починить восточную, брал кредиты под грабительские проценты, делал все, чтобы предприятие продолжало работать и развиваться. Осенью 1994 года наконец-то наступил радостный день. Успешно заработала производственная линия Тяньши с высоким содержанием кальция собственной разработки. Итогом общих усилий было создание собственной вселенной в области высоких биотехнологий. Это был результат искренней преданности делу и безграничной веры в мечту о здоровье человечеству и служении обществу, самого Ли Цзинь Юаня и его соратников.